всем привет с вами про геймер в этом видеоролике я расскажу вам как пользоваться довольно таки одним очень интересным приложением называется она фото масса также отмечу что приложение доступно совершенно бесплатно на платформу google play или же appstore она под форму google play это приложение имеет вот такую вот статистику за 10 к довольно таки хорошими у каждого приложения есть подобные но также при началом самого видеоролика хотел бы вас попросить подписаться на мой канал ведь и мясо смотрит больше сел дори и без подписки подпишитесь мне будет очень приятно так называть и право и комментарий но мы начинаем и так приходит приложение открывается вот такой интерфейс интерфейс довольно-таки сложно разобраться в нем проще простого давайте сначала объясню самые такие простые функции то есть у нас есть для начала вот такой раздел с камерам мы можем его увеличивать то есть именно выделение то самое выделение примеров мы можем его увеличивать то есть подгонять по размерам как нам в принципе будет удобно это очень помогает так весь вот такой фонарик это именно когда вы в темноте то есть и не достаточно освещение вы можете включить фонарик и в принципе у вас будет довольно таки все хорошо видеться далее есть раздела история то есть история все те предыдущие примеры которые вы считали то есть и так далее либо же вы можете упростить выражение то есть довольно таки полезный раздел также есть справочный материал то есть справочный центр называется это раздел вот такой вот вопросик в кружочке я на него заходить не буду потому что он сразу же на браузер будет перекидывать далее так у нас есть такие вот три полосочки тут мы можем войти в фото масс то есть можно нам даже поменять язык языков тут достаточно много но я думаю вы в принципе и не будете иметь потому что вам достаточно будет русского далее также мы можем вот после того как мы уже все это дело выбрали то есть пример мы уже выбрали то есть определили нажимаем на вот этот красный кружок и все у нас считается также есть к вручную конкулятор я в основном пользуюсь ручным конкулятором он довольно хорошо не помогает этом плане тут у нас есть так скажем вот цифры то есть действия умножение длини и вычитание сложение то есть мы можем носить под корень даже даже работать с дробями то есть также стреляя стрельны довольно-таки сложное слово с триггонометрическими так скажем примерами то есть мне довольно таки хорошо это помогало когда-то также можем выделять делать систему уравнений решать то есть довольно полезно я этим приложением сейчас пользуюсь очень редко но до этого пользовался довольно-таки активные и она у меня конкретно помогала в определенных ситуациях далее у нас есть такие вот буквы то есть именно кстати тоже полезный такой раздел именно с так скажем даже не знаю как они называются математики хотела бы сказать еще что тут можно даже считать вот именно косинус тангенс то есть синус обычный это довольно таки все помогает но опять же хочу сказать что конкулятор считать и и с полным решением допустим вам как-нибудь объясняют там в школе то есть вы тут решаете уже конкулятор решает за вас он может решать некими другими способами те они такими как именно обучают вас то есть конкретно это может быть и в ком-то плане несовместимостью показать шаги решения но опять шагов очень много он делает и вы можете где-то все равно запутаться то есть я бы рекомендовал все же как-то под себя подстраивается то есть если особенно ваш учитель смотрит на решение то которое он объяснял то есть именно в этом плане конечно же могут быть минусы я уверен это приложение нужно тем людям в основном кто учится в школе но и учитаю в каком-то плане используют приложение конечно же она помогает далее хотелось бы еще рассказать про три самые основные проблемы этого приложения то есть что делать если у нас вылетали это приложение во вторых что делать если у нас это приложение лагает и в третьих что делать когда у нас это приложение багается то есть мы увидим какие-то определенные баги и не знаем что с этим делать итак первая проблема у нас что делать если она вылетает проблема довольно таки просто решается то есть она объясню из-за чего она у вас вообще в целом появляется то есть есть какая-то несовместимость в обновлениях, то есть если у вас не обновлена система телефона, либо же не обновлено приложение, рекомендую вам обновить и то, и то на максимум, то есть до сегодняшнего дня, до самого последнего обновления. Как обновить приложение? Я думаю, это очень просто для вас будет, этого висять даже не надо, но все же скажу, потому что могут найти такие люди, которые даже этого не поймут. Далее. Вы переходите в Play Market или же App Store, то есть заходите туда, ищите приложение и обновляйте. Его это тоже несложно сделать, довольно-таки просто. Системой уже по сложению, как обновить систему ПО. Если же у вас есть такое приложение, называется обновление ПО, оно встроено не во все телефоны, но все же оно есть, то вы можете в принципе там активировать самостоятельность системы обновлений, и у вас уже напряга в этом не будет. Если же у вас нет этого приложения, то вы можете зайти в настройки, затем в раздел о системе, там найти раздел автообновлений, и уже активировать это через этот раздел. На Ютубе есть довольно-таки много видеороликов, именно на эту тему то есть я сейчас не буду все это дело вам подробно рассказывать потому что вы в принципе сможете посмотреть это в ютубе я думаю кому-то из вас как принципе и не нужно далее переходим ко второй проблеме то есть что делать здесь у нас это приложение лагает лагает это приложение из-за того что под него выделяется мало оперативной памяти все цвет чего возникают лаги я думаю слагами вы хоть раз уже встречались и представляете что это такое также эта проблема очень просто решается первый способ решения этой проблемы для этого потребуется вам скачать приложение аптек клиент либо clean мастер два очень хорошие приложения именно для так скажем освобождение оперативной памяти то есть чистите мусора всякий который вам в принципе не нужны телефоне и так далее то есть даже чисто мегабайты чтобы у вас телефон в принципе система телефона работала хорошо и системные приложения тоже не лагали но под системные приложения в первую очередь должна выделяться хорошая оператива чтобы а сам телефон тоже не лагал далее второй способ если у вас чересчур слабый телефон то есть определенно мало оператива что и чистить уже некуда то есть она переполнена вам для этого потребуется переустановить это приложение и после каждого его использования чистить кэш тоже способ работает сто процентов то есть он рабочий помогал мне не раз уже да и вообще им пользуются многие люди у которых слабый телефон но на данный момент телефон у меня очень хороший и я этим прозовым пока что не пользуюсь он не в принципе пока не нужен и так третья на сегодня проблема самая последняя что делать если мы обнаружили баги баги это ошибки систему то есть баг ошибка системы возникает следствие того что когда разработчики пытаются обновить приложение внести что-то новое что-то убрать то что не нужно они могут допустить ошибку вследствие чего она сказывается на определенных багах то есть я думаю по поводу багов тоже примеры приводить надо вы уже представляете что это такое и так допустим когда вы работаете с приложением и внезапно вы натыкаетесь на баг то есть вы не мочи у вас это выдаются какие-то странные ответы то есть ошибка выдается рекомендую сразу все это заснять на видеоролик чтобы в дальнейшем уже все это дело отправить в техподдержку и в ближайшее время чтобы такую проблему решили как найти вообще раздел техподдержки его можно найти справочном центре как я показывал в начале видеоролика либо же зайти на платформу playmark или же appstore и там уже найти приложение фотомаза кин у него от лица чуть ниже у вас там будет такой раздел как связь с разработчиками переходе туда копируйте почту и на основную почту техподдержки и им туда и отправляйте ваш видеофрагмент и они в ближайшее время его должны конечно же исправить этот баг но тем самым вы поможет не только себе но и другим людям в дальнейшем при работе с этим приложением я думаю это сделать конечно же стоит потому что вы так скажем делайте не только ну я уже искал в принципе ну да ладно теперь перейдем к следующему я бы хотел вас попросить написать в комментариях на какое приложение не записать обзор дальнейшем потому что я уже забрал порядка 200 приложений и даже не знаю на какого приложениями записать обзор на данный момент если у вас есть идейки особенно если вы активный пользователь моего окна часто смотрите мои видеоролики то у меня большая к вам просьба чтобы вы написали на какого приложениями записать обзор и еще ком довольно таки у вас попросить чтобы вы оставили ссылку на это приложение если его нет в playmark и потому что недавно была такая история что мне оставили название приложение называется на пстать этого приложения дни на платформах не на платформе playmark это не на платформе appstore то есть я даже не знал где его скачать но потом спустя примерно двух-трех часов смотрел на ю тубе искал браузер на разных сайтах я нашел ту самую версию которую на которую меня просили делать обзор но все это заняло у меня достаточно много времени чтобы также все это дело не повторялось рекомендую просто оставлять слыку на скачивание далее также хочу бы порекомендовать вам мой второй канал на котором я снимаю игровую тематику ссылка на который будет в описании то есть на данный момент я снимаю мобильные игры а именно игру free fire тот кто уже играл кому нравится эта игра обязательно подписывайтесь на мой канал здесь час там только только начало появляться более-менее хороший актив ну а на этом я уже в принципе буду заканчивать спасибо всем тем людям кто досмотрел мой видеоролик именно до этого момента также прямо сейчас не забудьте поставить лайк и написать комментарий но с вами был про геймер увидимся в следующем видеоролике а 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 r а а